Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучений Святаго Иоанна Завтоустова на книгу «Деяния апостольских». Как же нам возлюбить Бога? Говорил я об этом тысячу раз, но скажем и теперь. Я нашел, кажется, один способ весьма важный и чудный. Размыслив о благодеяниях Божьих, касающихся всех вообще и столь обильных, что невозможно исчислить их. И за все это воздав ему благодарность, будем все представлять то, что он сделал для каждого из нас, и размышлять о том каждый день. Это имеет великую силу. Потому каждый из нас пусть помыслит сам себе и тщательно припомнит, когда он, подвергшись опасности, избег от рук врагов. И пусть содержит благодеяния Божьи, как бы написанными в книге. Например, не отправлялся ли он когда-нибудь в путь неблаговременно и избегнул опасности? Не имел ли когда-нибудь дела с негодными людьми и вышел победителями? Не впадал ли когда-нибудь в болезнь и сверх всякого отчаяния выздоравливал? Это много содействует примирению нас с Богом. Если мордахи и добрые дела его, когда они были воспомянуты царем, столько принесли пользы, что он опять достиг прежнего величия в книге и сфере, то тем более получим пользу мы, если будем припоминать и тщательно наблюдать, в чем мы согрешили против Бога и какие блага Он даровал нам. Тогда мы и будем благодарны и оставим все греховное. Но никто не воспоминает ни о чем подобном. А как о грехах мы говорим, что мы грешны, не оследуя в чем именно. Так и о благодеяниях Божьем говорим, что Он благодетельствует нам, не исследуя где именно, в чем и в какое время. Отныне же будем более внимательны, если кто может припомнить и давнее благодеяние Божие, пусть тщательно размышляет о всем и найдет в этом великое сокровище. Это полезно нам и для того, чтобы не впадать в отчаяние. Если мы увидим, что Он многократно благодетельствовал нам, то не станем отчаиваться и считать себя отверженными, но будем иметь великий залог попечения Его о нас при мысли, что и согрешая мы не подвергаемся наказанию, но и еще пользуемся Его благодеяниями. Теперь я скажу вам, что сам знаю. Однажды правители возымели подозрения на наш город. Тогда я был еще юношу, и окружив его из дне войнами, искали, не попадутся ли где чародейские и волшебные книги. Один, написавший такую книгу и бросивший ее, недоконченную, в реку, был пойман. Так как по требованию он не мог представить ее, то был связан и в один по всему городу, и когда подозрения на него увеличились, был казнен. В то время я, желая пройти в храм мучеников, шел через сады подле реки с одним человеком. Он увидел плывшую по поверхности книгу и сначала подумал, что это полотно, но когда приблизился, то увидел, что это книга и спустившись взял ее. Я еще смеялся и спорил с ним, чтобы находка была общая. Но посмотрим, сказал он, что это такое. Развертывает часть страниц и видит, что это волшебная книга. Случилось, что в то же самое время проходил войн. Тогда тот скрыл ее, пошел цепеней от страха. Кто мог поверить, что мы, вынув из реки, хотели истребить ее, тогда как и самые неподозрительные люди были задерживаемы. Бросить ее мы не смели, чтобы не быть замеченными. Так же страшно было разделить ее между собою. Но Бог устроил так, что мы и бросили ее, и избавились от крайней опасности. Много такого я мог бы рассказать вам, если бы захотел перечислить все. И это я рассказал для вас, что вы каждый, зная, если не такие, то какие-нибудь другие случаи, постоянно помнил об них. Например, не случалось ли, что камень брошенный и могший упасть на тебя не попадал в тебя? Содержи это всегда в памяти. Это много содействует нам питать любовь к Богу. Если мы, воспоминая о людях, избавивших нас от чего-нибудь, сильно сокрушаемся, что когда не можем возблагодарить их, то тем более должны быть благодарны к Богу. Это полезно и в другом отношении. Хотим ли мы не унывать, не счастье будем говорить? Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов 2.10 И Павел для того говорил о своем избавлении от опасностей, чтобы вспомнить о благодетелях. Смотри, как Иаков содержал все в уме своем. Потому и говорил, «Ангел, избавляющий меня от юности моей». Бытие 48.16 И не только то будем помнить, что Господь избавлял нас, но и то, как и в каком случае. Вот Иаков помнил самые частные благодеяния. С посохом моим, говорит, перешел этот Иордан. Бытие 32.10 Иудеи всегда помнили даже благодеяния, оказанные предком их, повторяя бывшие в Египте. Тем более мы должны помнить о своих обстоятельствах, о случившемся с нами самими. О том, как часто мы впадали в затруднения и несчастья. И если бы Бог не подавал нам руку помощи, то мы давно бы погибли. Зная это и повторяя каждый день, будем всем мы постоянно благодарить Бога. И все вместе высылать Ему хвалу и непрестанно славить Его, чтобы заблагодарить Свою, получить нам великое воздаяние, благодатью и щедротами Единородного Сына, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.